Самый глубокий и самый большой. Украина в первый и точно не в последний раз атаковала завод дронов в Татарстане. По пути поджарив и НПЗ. Самые панические и самые истерические реакции несутся среди оккупантов. Опасаются за свои жизни. Тревожно. Самый ничтожный и самый лживый. Путин угрожает и гилтерактами, а Лукашенко миру войной. Самый вонючий и самый неожиданный Россию настиг очередной коллапс. Мусорный. Не бьем рекорды, но рассказываем свежие новости и анализируем здесь. И сейчас эта программа «20 минут». Я Ирина Узлова. Что с ебалугой? Не братья. Российскую Елабугу посетила государственная программа «Едрон». Сервис предоставления услуг на высочайшем уровне. Фулл пакет. Доставка на дом. Тем более как-то Татарстан снежком подзасыпала. А мы всегда рады согреть соседей. В 1200 километрах от границы. Главное управление разведки устроило феерическую атаку на завод дронов в Татарстане. Наши разведчики ударили по заводу по сборке дронов «Камикадзе», который россияне маскируют под «Герань-2». По данным наших источников, из-за удара есть значительные разрушения производственных мощностей. 2 апреля российские СМИ разорвались истерикой, паникой и принятием неизбежного и непоправимого. Два дрона атаковали предприятие в Татарстане, которое находится в более чем тысячи километров от границы с Украиной. Прилетело по особой экономической зоне «Алабуга», где находится мало того, что завод по производству ударных дронов «Шахе», так еще и нефтеперерабатывающий завод «Эласнефтепродукт» «Клондайк». Это впервые наши дроны долетели до Татарстана и успешно атаковали промышленные предприятия на территории республики. Глава Татарстана Рустам Миниханов успешно перенял опыт губернатора Белгородщины Славика Гладкова и разразился постом новой реальности, которую принес Путин в жизнь его региона и в СРФ. Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие, пишет он, в результате разрушения помещения им оказывается вся необходимая помощь. Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление, сказал Миниханов, представитель страны, которая десятилетиями совершает преступления и геноцид против жителей других народов, да и своего же. Сегодня в 5.45 утра был нанесен тарпул общежития в Елабуге двумя беспилотниками. Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранено. Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а в 1945 году брали Берлин? Да, да. И Киев за три дня в феврале 2022-го вы взяли. И первую часть слова «Херсон» глотнули в ноябре 2022-го. Так реагируют представители Алабуги на удар по военному объекту, называя его общежитием. Киев возьмет, тогда закончится. Беспридел с беспилотниками. А так глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картополов прокомментировал удар в ОСУ по Татарстану. Да, да, где-то мы это уже слышали. Такой себе рецептик защиты РФ от дронов. Напомню также, в России даже на некоторых хлебопекарных заводах изготовляют вовсе не хлеб и булочки, а кровавые беспилотники. К слову, гендиректор особой экономической зоны Алабуга в Татарстане еще год назад засветил предприятие в сюжете местных СМИ. Сегодня же россияне вопят, что попали по студенческому общежитию. На самом деле саму локацию завода по сборке завода в российские оккупанты тщательно скрывали. Но наши глаза, уши и профессионализм везде. Источники украинских медиа в разведке подтвердили, что это была спецоперация ГУР Министерства обороны. Завод от нашего государства расположен на расстоянии тысячи километров. В Татарстане враг тщательно скрывал местоположение объекта и обеспечивал прикрытие ПВО. Но это не помогло. Работа будет продолжена, анонсируют наши источники. По данным Единой дежурной диспетчерской службы РФ, всего ранения во время атаки на Татарстан получили 7 человек. Как отмечает телеграм-канал «Осторожно новости», в Алабуге дроны повредили комплекс из 8 хостелов, которые построили для сотрудников особой экономической зоны. И как будто бы студентов местного колледжа Алабуга Политех. В 2022 году один из хостелов Герон значительно пострадал. Обещали, долетела. И тенденция только начинает набирать обороты. Только лишь вчера напоминал наш министр трансформации Михаил Федоров, что дронов будет больше. На что рассчитывали россияне, когда строили, непонятно. Ведь наши дроны будут поражать военные объекты по всей территории страны-агрессорки. Особенности прилета разъясняет в нашем эфире политехнолог Борис Тизенгаузен. Ярко врезаются в память сразу несколько вещей. Как уносит ноги трудовой резерв, так сказать, нанятый для изготовления шахедов. И тот факт, что дрон-то наш размером с самолет. Отлично. Я бы сказал, не просто пошла, полетела программа. Да, больше тысячи километров вот эта свободная экономическая зона находится. Именно там завод по производству шахедов. Обратите внимание на дрон размером с самолет. Вот это как раз наш новый, судя по всему, наша новая разработка. Размах крыльев 5 метров. Прекрасный дрон. И напомню, более тысячи километров пролетел, чтобы поразить вот эти мощности. Один дрон, насколько я понимаю, попал в завод. А два других попали в общежитие. Значит, в общежитии же могут жить как те, кто их учит, как эти дроны собирать правильно, так и те, кто их собирает. То есть это абсолютно законные цели. Люди, которые собирают те самые дроны, которые каждую практически ночь сейчас летят к нам, попадают, убивают наших сограждан. Там не только завод по производству шахедов, там куча всяких еще предприятий разных расположена. Но, в общем, там начальники развлекаются следующим образом. Они расстреливают вот этих своих подневольных из пейнтбольных ружей. И считают, там один из этих руководителей считает, что сотрудник должен чувствовать боль. То есть у них там такие развлечения. Чистая зона в плане тюремном. Но долетело, прилетело. И, в принципе, никого не жалко. Российские паблики заявляют, что российские предприятия атаковали беспилотники UJ-22 Airborne от компании «Укрджет». По данным производителя, UJ-22 Airborne является многоцелевым беспилотным авиационным комплексом, способным выполнять полеты в любое время года, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы. Беспилотник может выполнять поисково-спасательные и разведывательные задачи в интересах армии, полиции, а также экстренных и специальных служб. Впервые был представлен 16 июня 2021 года на международной выставке вооружений «Оружие и безопасность-2021». Технические характеристики UJ-22 Airborne. Максимальный взлетный вес 85 кг. Общая длина 3300 мм. Размах крыльев 4600 мм. Максимальная высота полета 6000 мм. Максимальное полетное время 14 часов. Скорость максимальная крейсерская 240 км в час. Двигатель бензиновый двухтактный, вес полезной нагрузки 20 кг. Управление ударным беспилотником и нагрузкой может осуществляться в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. В свою очередь в Нижнекамске беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу. Дрон попал в технологическую установку, после чего начался пожар. Возгорание удалось ликвидировать, обошлось без пострадавших. На территории Нижнекамского НПЗ Танека по ряду сообщений дрон прилетел по установке ЛОАВТ-7. Это линия первичной переработки нефти, установка атмосферно-вакуумной очистки. Цель та же, что и у остальных НПЗ, атакованных дронами. Мощности ОАО Танека, это бывший Нижнекамский НПЗ, позволяют перерабатывать до 16 млн тонн нефти в год за 2002 год. Позволяли. Выпускаемая продукция имеет широкий ассортимент. Имела смазочные промышленные масла, топливо, мазуты, асфальтовые фракции. Завод Танека пятый в рейтинге нефтеперерабатывающих заводов России. Причем завод новый буквально с иголочки. В открытии одной из линий принимал участие президент Медведев в 2014 году. С 2010 года Танека произвел порядка 100 млн тонн нефтяного сырья. С 2018 года ежегодный выпуск нефтепродуктов составляет более 10 млн тонн. Эксклюзивно масштаб и значение атак по Татарстану в нашем эфире прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Непоколебим и однозначен Подоляк. Били, бьем и будем бить. У нас есть юридическое право уничтожать все объекты, которые обеспечивают действие агрессора на нашей территории. Именно поэтому и этот удар по НПЗ очень важен, потому что это один из самых мощных российских заводов, они очень много в него вложили денег. Именно поэтому наносятся фундаментальные удары по нефтеперерабатывающему сектору России, потому что это имеет наибольшее влияние. Также важно нанести удары и по местам производства техники. Эффективность и дальнобойность наших дронов доказана. Безусловно, теперь нужно больше дронов и больше атак. Это повлияет на ход событий в этой войне. Татарстан находится на расстоянии около 1200 км от границы с Украиной. Буквально вчера министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что украинские специалисты создали беспилотники с дальностью полета более тысячи километров. В 2023 году Россия наладила на заводе в Алабуге выпуск иранских дронов «Шахет», которыми российская армия бьет по территории Украины. Осенью прошлого года предприятие выпускало почти 200 беспилотников в месяц. К сентябрю 2025 года завод должен по контракту с Минобороны РФ произвести 6000 дронов. Должен, но уже не сможет, судя по всему. Ответственность за атаку на объекты в Татарстане взяла на себя Главное управление разведки Минобороны Украины. Террористы! Вопит Песков. Но всех слонов вешает на министерство Кужугетовича. Говорит, пишите туда письма. А сам усердно работает над устранением каких-то угроз. Это больше все-таки относится к вопросу компетенции Министерства обороны и наших специальных служб, которые противодействуют этой активности киевского режима. Но киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные, прежде всего, работают для того, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии полностью исключить. У россиянчиков, их так называемых экспертов и военкоров, разрыв всех мест, паника и желание мстить. Которая, впрочем, уже какой год дальше мечтаний не продвигается. Марафоны желаний, наверное, проходить не захотели. Но ничего, мы все уровни оплатим, реализуем самые влажные мечты. Что еще придумают дальше? Кому все это надо? Как через всю страну пролетели незамеченными? Это же целый самолет, негодуют и вопят россиянчики. Ну вот, добрались и до Татарстана, негодует кремлевский публицист, только не смеян. Теперь ему уж точно не до смеха. Причем, почему-то предполагают, что дрон могли запустить из Казахстана. Да-да, с Венерой и с Марса. У российских пропорционов своя версия удара по Елабуге. Это был самолет Сесна, управлявшийся летчиком Камикадзе, запущенный с территории Казахстана. Ну и до кучи приплели туда НАТО, которое уже дорасширялось аж до Волги. Куда же без него? В принципе, это объяснимо. Не могут поверить, что украинцы своими дронами дотягиваются уже до Елабуги. Иронизирует израильский военный журналист Сергей Ауслендер. С полмесяца тому с коллегами в эфире, напоминает он, обсуждали, что удары по НПЗ лишь часть стратегий. Дойдет дело и до оборонных предприятий. Вот и дошло. Крупнейший завод по производству ударных дронов. А могли бы что-нибудь полезное делать, но руки не оттуда для этого растут. И, кстати, насчет Казахстана он бы сходу не отметал эту версию. В диверсии украинцы, как выяснилось, умеют очень даже. И кто знает, какие у их гура и СБУ возможности и на территории Казахстана. А 7000-километровая граница, ничем и никак не прикрытая, дает обширный доступ к российской территории. А казахам про это знать вовсе не обязательно. Российский военкор, военный преступник Саша Коц нашел даже некий символизм в обычной реализации нашей эффективной тактики отработки по военным законным целям врага. Ну и снова оттяги Украины и британцев почему-то к символизму. Налет дронов в Татарстане они организовали в годовщину гибели Владлина Татарского. Конечно, они бы устроили эту атаку и без привязок к Дате, признает Коц. Но сегодняшний день, уверен, был выбран не случайно. Значит, Макс и после смерти не дает им покоя. И это хорошо. Да-да, но мы уже и думать о нем забыли. Но прав Коц в одном, конечно. Мы бы устроили и так. И устроим еще. Самая глубокая атака. В ночь на 2 апреля Украина нанесла один из самых глубоких ударов по территории России за все время полномасштабного вторжения, пишет Ройтерс. Одной из целей удара был нефтеперерабатывающий завод Танека в Татарстане. Соответственно, дрон пролетел по меньшей мере 1300 километров от линии боестолкновения. В результате атаки произошел пожар на НПЗ, но его удалось погасить, отмечает Ройтерс со ссылкой на РосСМИ. Нефтеперерабатывающий завод Танека является одним из крупнейших и самых новых в России. Его производственные мощности составляют около 360 тысяч баррелей в день, поясняет издание. Кроме того, украинские дроны поразили территорию СПК Алабуга. Предприятие, на котором производятся шахеды. По информации источника Ройтерс Киви, завод получил значительный ущерб в результате этой атаки. К слову, любое попадание по объектам военно-промышленного комплекса Путина чревато необратимыми последствиями. Мало того, что они и так там пережили птеродактилей и не обновлялись приблизительно с того времени, так к тому же и санкции как от ГУР, так и от западных партнеров этот процесс никоим образом не возродят. Ремонтировать не за что и некак анализирует проблемы российской экономики Игорь Липсиц, доктор экономических наук, профессор. И делает он это эксклюзивно в разговоре со мной. Это то, что называется изношенность российской экономики. Очень много старых предприятий, старого иногда старинного оборудования. Все это было построено много десятилетий назад и многое надо снова чинить, ремонтировать, восстанавливать. И для этого нужны огромные деньги. Вместо того, чтобы эти деньги тратить, значит, их потратили, естественно, на военные цели, как решил президент. И это будет означать, что таких аварий будет все больше и больше. Потери будут все значительнее, значительнее. Это будет такая полоса. Вот эти беги будут накапливаться, их будет все больше и больше. Это легко предсказать. Не надо быть великим астрологом или великим пророком. Просто потому, что очень высокая степень износ оборудования. Эта статистика существует. Российские экономисти ее знают. Но правительство делает бодрый вид, что у них совершенно новенькая, дивненькая, чудненькая экономика. И она будет лететь со свистом. Но она уже не растет, она уже стоит на месте в застове российской экономики. А если еще будут такие аварии часто, то просто даже по этой технологической причине будут спады. В будут спады, будет меньше денег, и, соответственно, будут деньги направляться на войну, но, соответственно, на гражданскую людях будет все меньше и меньше, и россияне будут жить все хуже и хуже. Спрятать и замаскировать пытаются Арафи свои самолеты, но все тщетно. Россия продолжает рисовать силуэты летательных аппаратов на аэродромах, но одновременно продолжает использовать эти объекты для базирования истребителей. Британская разведка рассказала о неудачных попытках Российской Федерации замаскировать самолеты на аэродромах, чтобы запутать украинские силы во время нанесения ударов. Так что Пикассо из них никудышные. Вероятно, что в результате постоянных успешных украинских ударов по военным объектам Россия была вынуждена внедрить ряд методов приманки и обмана с целью попытки запутать украинские целенаправленные усилия, сообщает Министерство обороны Великобритании. В частности, в оккупированном Крыму на аэродроме Кировская на бетоне нарисовано изображение истребителей для приманки. Такие рисунки также наблюдаются по меньшей мере еще на 12 российских аэродромах, что демонстрирует степень российской обеспокоенности из-за будущих украинских ударов и способности их отразить. Сказано в сообщении, в то же время российские вертолеты до сих пор приземляются на места нарисованных силуэтов, что полностью подрывает попытку обмана. Это также раскрывает настоящий боевой порядок или мощность летательных аппаратов на этих авиабазах, которые, вероятно, Россия пытается замаскировать от украинской разведки. Сказано в сообщении. «Удары с точностью до метра. Украина атакует Россию дронами с искусственным интеллектом. Мы атакуем врага беспилотниками с большим радиусом действия, а некоторые из них даже имеют искусственный интеллект, который помогает им ориентироваться и избегать помех», сообщает CNN, источник, близкий к украинской программе беспилотников. В статье говорится, что эти дерзкие украинские атаки наносят удар по огромной нефтегазовой промышленности России, которая, несмотря на запреты Запада на импорт и ограничение цен, остается крупнейшим источником дохода для военной экономики Москвы. «Точность в условиях помех обеспечивается за счет использования искусственного интеллекта. Каждый самолет оснащен терминальным компьютером со спутниковыми данными и данными о местности», сказал источник. По его словам, полеты определяют заранее вместе с союзниками, а дроны следуют плану полета, что позволяет наносить удары по целям с точностью до метра. Такая точность стала возможна благодаря датчикам дрона. У них есть так называемое машинное зрение, которое является разновидностью искусственного интеллекта. По сути, вы берете модель, располагаете ее на чипе и обучаете эту модель определять географию и цель, к которой она движется, сказал аналитик Королевского института объединенных служб британского аналитического центра Ной Сильвия. По его словам, когда он будет развернут, он сможет определить, где находится. Ему не требуется никакой связи со спутниками, он полностью автономен, добавил Сильвия. Украинская весна буйным цветом шагает территорией временно оккупированного России Крыма. Громко и темно. Бойцы ГУР подорвали электроподстанцию. Как сообщают наши источники в разведке, во временно оккупированном Севастополе в Крыму взорвали электроподстанцию. Это была операция главного управления разведки Министерства обороны Украины. Ночью жители города проснулись от мощных взрывов, после чего в одном из районов Севастополя пропал свет. Все показалось. Это просто короткое замыкание, описал подрыв так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, у которого в мозгу короткое замыкание и не проходит. Укропаблики разгоняют, что якобы добились мега успеха. Взорвали электроподстанцию в Севастополе, поэтому ночью не было света на нескольких улицах. Это было технологическое нарушение на районной подстанции. Если сказать проще, короткое замыкание. Севастополь Энерго еще рано утром дал соответствующую информацию. Врет он 6.42, мол свет уже был везде, все работает в штатном режиме. Врет и не краснеет. Никогда не было. И вот опять российский истребитель сбросил авиабомбу на оккупированное и межорубежное. Луганской областной военной администрации назвали произошедшее внештатным схождением авиационной бомбы. Как сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, российская авиабомба упала вблизи железнодорожного вокзала. В оккупированном рубежном вторая часть действия с внештатным схождением авиационной бомбы. Упала она с российского истребителя недалеко от железнодорожного вокзала, пишет Лысогор. О количестве жертв не сообщается. Уцелевших эвакуировали и держат вместе. Утопают в свойственном для себя. В консистенции своей же натуры, на которую заслужили. Мусорный коллапс в Дагестане. В первом российском регионе начался мусорный коллапс из-за оттока трудовых мигрантов. В столице Дагестана Махачкале ухудшилось санитарное состояние города после того, как муниципальное бюджетное учреждение Махачкала-1 лишилось работников, сообщила администрация города. В результате предприятие перестало вывозить твердые бытовые отходы и убирать площадки с контейнерами для мусора. По словам источника помойки РИА Новости, работников МБУ Махачкала-1 до выяснения личности задержала полиция. Но это спровоцировало и массовый отъезд трудовых мигрантов из Дагестана обратно в Центральную Азию. До этого в Махачкале и Каспийске нескольких мигрантов задержали по подозрению в терроризме. Российские власти начали охоту и утиски мигрантов после теракта в Крокус-Сити-Холле 22 марта. В Министерстве труда, миграции и занятости населения Таджикистана сообщили, что из России после теракта начался отток мигрантов. Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, конечно же, сколько боязнь наших граждан, паника. Многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию. У нас приезжает больше, чем уезжает, говорила представитель ведомства Шахназа Надири. Одновременно с этим власти Киргизстана и Узбекистана, откуда также приезжает большое количество мигрантов, призвали своих граждан не ездить в Россию без необходимости. При этом РФ нуждается в трудовых мигрантах из-за рекордно низкой безработицы. Дефицит трудовых ресурсов в экономике страны достигает 5 миллионов человек. И это только официально и может усилиться еще больше из-за оттока мигрантов. И будет только хуже. Буквально сегодня Путин заявил, что нужно кардинально обновить подход к миграционной политике в РФ. По его словам, приехать и жить в России должны иметь возможность только те, кто уважает ее традиции, языки, культуру и скрепы. Кроме этого, в России нужно сформировать современные цифровые базы биометрических данных мигрантов, поскольку существующие не позволяют в полном объеме купировать риски незаконной миграции. Считайте, будет тотальная слежка и притеснение. Между тем, Путин пригрозил ИГИЛ терактами. Теракт – это оружие, которое применяют против России, и оно обоюдо острое. Заказы преступлений за деньги не единичны. В этой среде нет надежной агентуры, за деньги делают все, что угодно, заявил российский диктатор. Как себя прям описал. Видимо, кто-то посчитал ее, нашу с вами страну, слабым звеном. Ошибаются. И, на мой взгляд, уже многие поняли, что ошибаются. Этого никогда не было. Никому этого не удавалось. Этого не будет и никому не удастся это сделать. Это очевидная, абсолютно точная вещь. Меняют это оружие. Это оружие, которое применяется против России, это очевидно сегодня уже. Должны понимать, что оно обоюдо острое, это оружие. Заказы преступлений за деньги, они не единичны. Также вот в этой профессиональной среде, можно сказать, и вы это хорошо знаете, в этой среде нет надежной агентуры. Там делают за деньги все, что угодно, не руководствуясь никакими не религиозными, не политическими соворажениями, а только финансовыми. Также все легко и продается, любая информация. Как раз вы и есть то самое слабое звено. Прощайте. Еще один, могучий, грозный, опять ищет, откуда готовилось к нападению и готов нападать сам. Сам провозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне. О, надо же! В то же время он как-то неуклюже оправдался, якобы на самом деле его страна не хочет воевать. Соответствующее заявление белорусского диктатора распространило новое издание. Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. Хочешь мира, готовься к войне. Не я это придумал. Это очень правильно сказано, заявил диктатор. Он отметил, что в его стране готовят военные подразделения, а также осуществляется поставка вооружения и техники, чтобы повысить оборонительную готовность. И в то же время при службе Министерства обороны Беларуси опубликовали сообщение, что со 2 по 4 апреля в Гомельской области проведут командно-штабные учения с силами территориальной обороны Рогачевского и Кармянского районов упомянутой области. Цель учения – оценить готовность должностных лиц воинских частей территориальных войск к выполнению учебно-боевых задач, совершенствовать навыки офицеров запаса в руководстве подчиненными, а также научить личный состав выполнению своих обязанностей при решении задач территориальной обороны. Во время обучения планируется отработать вопросы охраны и обороны объекта территориальной обороны, а также участие в обеспечении мероприятий военного положения с привлечением добровольцев народного ополчения, отметили Белорусской Минобороны. Уже отреагировали в ЕС. Евросоюз не является агрессивным блоком, а военная угроза в Европе исходит только от действующих руководителей России и Беларуси. Об этом заявил на брифинге Брюсселя спикер Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Петерстана, комментируя заявление Лукашенко о подготовке Беларуси к войне. Европейский Союз, цитирую, не ведет войну, поэтому, конечно, никому не нужно бояться Европейского Союза только тем, кто пытается подорвать уважение к международным правилам, к демократии и правам человека. Мы принимаем меры предосторожности с первого дня полномасштабной агрессии России против Украины. Мы работаем над тем, чтобы Европа была лучше подготовлена к противостоянию всем угрозам, которые исходят от таких людей, как Лукашенко и Путин, заявил Стана. Двигайся, не торопясь, и день твоего общения придет. Фрэн Герберт, американский писатель-фантаст. Друзья, двигайтесь всегда с нами в одном направлении. Приходите к нам завтра. Я Ирина Узлова. Наша программа «20 минут». Будем ждать вас на этом же месте. Увидимся и победим! Продолжение следует...